История покорения Северного края расходится по стране. Участники проекта «Бросок в Заполярье» добрались до Наринмара, где презентовали картину о своем автопутешествии. Любительский фильм уже посмотрели в 10 городах России. Но этот показ для авторов особенный. Его оценивают жители Неницкого округа, которому и посвящен фильм. Поездки на север России пока не очень популярны. И мы хотели показать, как можно совершить такое путешествие, не используя сверхподготовленные внедорожники на 35-й резине и не вкладывая очень большие деньги на подготовку автомобилей. Более миллиона километров по просторам России, по тайге и степям, югу и северу страны. Любители-путешественники и неуемные экстремалы добрались до Неницкого округа. В конце января 2015 года команда клуба «Градусы открытий» отправилась покорять Заполярный край. Среди других регионов России он наиболее недоступен и малознаком, чтобы окунуться в мир снегов и безмолвных пустынь. Им предстояло пройти от Санкт-Петербурга до Нарейнмара. На автомобиле это более 6000 километров. Мы где-то почти сутки ехали 70 километров. Это был самый тяжелый. Так, вот это вот первая часть зенека. Дело в том, что ее не расчерчали вообще. Была метель. Таскали друг друга постоянно. Как признаются авторы фильма, именно «Зимник» стал импульсом к путешествию. Водители даже крупных городов не всегда могут сказать, что такое снежная трасса. А тут настоящий экстрим. Потому что несколько дней, конечно, без каких-то событий – это довольно скучно. Яркие кадры фиксировали два оператора. Ведь это было не просто путешествие, а экспедиция. Ребята намерились привезти из немецкого округа в фильм, который развеет все стереотипы. Он интересный, в принципе, подчеркивает те особенности, которые у нас существуют. И реально создает у людей желание побывать в немецком округе. Причем он честный. Знаете, это не рекламный ролик. Это то, что ребята увидели в ходе своего путешествия, о чем они рассказали. И снят на самом деле довольно-таки качественно. Хороший фильм. В фильме есть место северным оленям, шаману, площади Маратсей и Пустозерску. Взглядом человека с большой земли ребятам удалось просто и точно рассказать о далеком северном крае, до которого из Москвы всего три часа на самолете. Я рекомендую не сомневаться и ехать, потому что впечатления, которые получите здесь, они запомнятся на всю жизнь. Совершенно точно. Это гарантирую. Даже если с зимником повезет и удачно проедете, даже если не попадете, может быть, к оленеводам или к шаману, но хотя бы что-нибудь одно, если вы даже зацепите, уже эмоции будут выше крыши. Зрители картину приняли положительно и теперь надеются. Ненецкий округ больше не будут путать с Ямалом и ударения будут ставить исключительно на первый слог.